добрый день дорогие друзья продолжаем наше увлекательное путешествие в книгу мегелат эстер я хотел бы у вас узнать какое сегодня число о верно ответ верный сегодня 29 дара 5779 года и действительно и сегодня вечером уже у нас что расходы это будет 30 первого дара а потом будет 1 2 дара жизнь интересна на любом случае мы с вами приближаемся к пулема и осталось в общем-то две недели обратить внимание всего две недели руха таду наилы михаулям шаку не обе дворов я напоминаю вам о кратком содержании предыдущей серии морды хай о котором мы с вами мало что знаем что он делает в шушане почему он скрывает свое происхождение почему он запрещает стр рассказывать о своем происхождении так или иначе стр забирается на этот конкурс по выборам царицы назначается царицей морды хай по-прежнему запрещаете рассказывать о своем происхождении и и одна деталь кстати которая очень важна и на мой взгляд мы ее не подчеркнули вы обратили внимание что именно после после назначения эстер назначение после воцарения эстер в качестве царицы после этого морды хай сидит у царских ворот то есть переводе на русский язык именно именно то что эстер стала царицей и позволила морды хаю продвинуться по служебной лестницы он важный министр эти в танахе сидеть у ворот это быть важным приближенным и он настолько важный приближенный что узнает о тайном заговоре который осуществили или хотели осуществить бектан и террош два самых близких их стражника охранника ахашвироша и мы с вами задали естественно вопрос а каким образом морды хай мог узнать о столь тайном заговоре заговоры тайны и они на то и тайны и что о них не должны знать никто кроме тех кто в них участвуют и опять вы его тесты как известно ничего не объясняется ничего не сообщается но закрадывается мысль возможно такое предположение что морды хай сам был участником этого заговора а я даже мог бы даже папа даже дать простор мысли и творчеству и сказать они были морды хай инициатором этого заговора почему обратите внимание что мигелат эстер ничего не объясняет нам может быть аман был а кто вам сказал еще одно предположение обратимание я специально это делаю чтобы пробудить вашу творческую мысль и обратить внимание что сама мигела написано так что может стерпеть любые предположения любые объяснения самые противоположные например кто вам сказал что морды хай это не человек амана нет в тексте никакого опровержения никого факта который могло бы однозначно опровергнуть эту мысль кстати говоря вполне возможно вполне возможно что я хашвирош так думал среди многочисленных объяснений а вы знаете их объяснение миллионов среди многочисленных объяснений того почему ахашвирош выдвинул амана есть и такое что он думал что он хотел угодить эстер и и поэтому выдвинул амана которого считал приближенным эстер и морды хай короче все возможности открыты здесь нет объяснения почему ясно одно морды хай знал об этом заговоре это факт каким образом это узнал думайте что хотите что хотите но ясно одно что он самый такой приближенные и самый близкий к царю потому что такие вещи может знать только самый осведомленный человек и расследовано было это дело я бы наружина и повесили этих обоих на дереве и вписаны потом глазах у царя в книгу летописи надо сказать что в отношении этого расследует расследование конечно совершенно скандальная то есть никакой логике она не поддается устроили расследование и она выявила да вот эти два охранника они устроили заговор и решили убить ахашвироша все вот это их личная инициатива спрашивается может ли такой такую такое расследование может удовлетворить какого-то объективного наблюдателя сомневаюсь менять не убеждает расследование такое расследование обычно вызывает улыбку может быть горькую почему потому что зачем охранником ахашвироша его убивать вот лично им зачем это нужно а я вас спрашиваю почему они от него озлобились вы поймите речь это самых близких и приближенных людях зачем назовите мне убедительную причину чтоб меня на убедил меня низкая зарплата этого не может быть потому что были лишь самая приближенная охрана поверьте мне она никогда не обижается наоборот заинтересованы в том чтобы люди очень хорошо жили и преданно себя чувствовали а вот это интересный вариант слишком высокая зарплата да слышит ветром принесло что их что их будут понижать на их место поставить других людей как вот они ослабились даже этого не рига я я вас я рига рига я вас я вам задам вопрос рига 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 я дам задам вам вопрос допустим вот пойдем по этому пути вы тут их обиделись там я знаю условия боятся что их уволят окей скажи пожалуйста если бы их заговор удался и они убили бахашвироша что было бы дальше с ними а бектан это стали бы императорами персии нет ни при каком раскладе они власть захватить не могут и таких людей обычно убирают очень быстро потому что зачем они нужны то есть они лично вряд ли что-нибудь выиграли я тут вспоминаю известную историю с корохом и муше помните корох муше пор поднял восстание против муше у короха были замечательные друзья товарищи среди этих заговорщиков был и товарищ он помните из 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 колена руби и он потом из истории вылетает мидраж говорит что его спасла жена доход жена ему сказала какой аргумент жена ему предъявил а вот ты товарищ он ты чего в эту историю лезешь если муше царь муше царь если корох будет царем корох будет царем ты чего ты то выигрываешь тебе чего лезть ты не будешь царем ни при каком раскладе понимаете то есть нет у тебя никакого резону интереса лезть в это дело опасность большая чисто рационально так и здесь бектан и тараш поймите если бы они сумели убить ахашвироша то их бы убрали первым же делом вместе с ними потому что люди которые знают такие вещи понимаете они никому не нужны не тени не старым властям не новым властям поэтому лично им ничего не светит а я спрашиваю у вас приведите мне убедительное объяснение зачем им убивать ахашвироша не да мало ли стали стали с утра и говорят сегодня настроение плохое давай императора убьем но ведь мигелат эстер об этом мигелат эстер мигелат эстер об этом ничего не говорит не то есть никаких сведений по этому поводу у нас нет я вам скажу одну простую вещь одну простую вещь кто им нашептал понимаете то есть понять я не знаю кто но я не верю понимаете я не верю в то что бектан и тараш были организаторами этого заговора что они могут выиграть от этого что их что еще могут сделать еще более высокими начальниками поймите что приближенные 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 охранники ахашвироша императора персии это должность о которой мечтает любой персидский или мадайский чиновник или воин кстати если вы посмотрите то в городе шушани вы были в городе шушани тут рядом посмотрите в дат микро и вы увидите там изображение которые остались на стенах дворца в шушани на этих стенах есть изображение двух охранников охранников приближенных то есть это наверняка вот прямо как точно выглядели бектан и тараш посмотрите на этих людей во первых это совершенно роскошные одетые люди то есть это супер привилегированные супер генералы причем интересно что там они у каждого есть отличие в одежде потому что один представляет параса другой мадай это супер привилегированные люди идти мне куда больше подниматься им нечего больше искать если только за ними не стоит кто-то другой который пообещал и может быть быть я не знаю что он и там пообещал обещать всегда можно озлобились озлобились когда кто-то за кем-то стоит не говорят озлобились почему они озлобились озлобились просто козлобились есть твоих озлобил всегда нужно искать заказчика когда я вам скажу простую вещь один умный человек один умный человек один человек один человек вы помните шофера бормана один человек один человек я не помню кто-то сказал когда-то или это многие люди не знаю откуда я слышал но я это сделал для себя правила они к смотри когда происходит какое-либо событие большое драматическое и так далее например какое-либо политическое убийство а что нужно как ты можешь понять кто стоит за этим вы знаете когда происходит такие вещи всегда никто не может докопаться теперь а миллион догадок доход я сейчас приведу примеры у нас время есть меня сегодня я по кайфу теперь скажите мне пожалуйста как мне определить вот я хочу таки понять кто за этим стоит из простой критерий какой кому-то выгодно регорегорего чем чем задали вот кому это выгодно я вам приведу несколько примеров из новейшей истории был такой партийный деятель семён киров слышали был личным ближайшим другом товарища сталина да и в один прекрасный день товарища кирова прямо в смольном убивают или как точно произошло убийство и об этом есть много версий убивает его вай какой скандал приезжает гневный товарищ сталин как как же вы не уберегли моего лучшего друга я вас всех кгбшника гпушника к стенке поставлю и что сделал там перестреляли множество народу и так далее тогда до сегодняшнего дня до сегодняшнего дня не ясно кто и почему это сделал документов четких нету я вас спрашиваю вот я для себя официальный чекут я сижу дома и думаю для себя для себя я делаю вывод как вы думаете кто убил кирова вернее никто его пух-пух а кто заказал почему да потому что только ему это было выгодно его убийство он использовал для ликвидации всех своих это начало ликвидации всех своих оппонентов сторонников соперников и на этом он во друзей начал водружать свою власть 34 какого третий четвертом году это было вы можете не проводить миллион на свете документы документы это было выгодно только ему придом еще один пример из новейшей истории был такой президент соединенных штатов юс президент джон кеннеди потрясающе я тебя спрашиваю горе 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 го я я знаю что ты знаком с этим делом к но я тоже знаком с этим делал не меньше тебя и поэтому это не является новшеством кто у него стрелял во первых кстати говоря и это вопрос который далеко не ясен я лично не верю что в него стрелял этот особый но неважно мне сейчас не интересует часы убийство это несмотря ни на что хотя бы попытки новых расследований потом через много лет ни к чему не привели ни к чему не привели никто не выяснил не догнался не узнал кто стоит за этим убийством до сих пор до сегодняшнего дня и очень многие за и и расследуем всем этим мешали и так далее тогда смотрю я на это с точки зрения своего личного обывательства и спрашиваю кто заказал товарища кеннеди слово свои понимаешь ничего не говорит все все свои вопрос вопрос очень простой которая задаю себе кому было выгодно его убийство конечно это было выгодно человеку по имени линдон джонсон это был его вице-президент который его люто любил то есть ненавидел и вы не представляете из какой скоростью он стал президентом он не дождался даже того момента когда когда они прилить когда прилетел вашингтон он прямо в самолете в аэропорту принес присягу причем всем было известно его отношение к товарищу и кеннеди кто еще был с товарища а кстати интересный вопрос маршрут товарища кеннеди в открытом автомобиле по городу дали су дала су этот маршрут и его придумал товарищ джонсон этот маршрут был такой что смотришь на ты думаешь как в тире подставили человека в открытой машине между разными зданиями из которых стрелять одно удовольствие для снайпера как грится грех не подстрелить а за планировал этот маршрут товарищ джонсон отвечает на вопрос нахуй с товарищ джонсон видимо он знает очень хорошо кто убил товарища а освальда тут же убили освальда тот же убили тут же убили потому что кстати убийцу кирова тут же убили то есть убивают убийцу убивает убийцу убийцы и так далее а потом пожалуйста выясняй спрашивает по поводу убийства товарища рабина вы можете применить то же правило но меня часто интересует кому было выгодно кроме шимона переса вопросы ответ всегда очень простой потому что вопрос кому это выгодно кому это выгодно тот и заказал теперь я возвращаюсь к нашим героям кому выгодно было убрать ахашвироша только тому кто хотел занять его место только и всего только и всего вопрос теперь который стоит перед нами кто хотел занять его место и ответ на этот вопрос в третьей главе после они озлобились и понимаете и их злоба она у таких людей не бывает и злоба такая вдруг эти генералы встали и с утра озлобились у них злоба была подготовленная злоба после этих событий царь ахашвирош возвеличил амана сына амдата агаги и вознесся и выположил место выше всех тех сановник которые были при нем одна из самых больших загадок мигелат эстер почему ахашвирош выдвигает амана когда спас его мурдыха а вот вам ответ на вопрос опять же это для себя отвечает этот вопрос меня эта версия наиболее убеждает потому что аман потому что ахашвирош прекрасно знал что мурдыха это бектан и террош это люди за ними стоит аман и он хочет его ликвидировать и стать царем кстати у этой версии есть очень сильные доказательства я бы их приведу давайте посмотрим на главу на главу шестую давайте забежим немножко вперед а пасук девятый седьмой аман приходят к царю ночью с просьбой повесить мурдыхая и сказал аман царю а а а царь не дожидаясь его просто говорит ему а что сделать это шестой пасук для того мужа которому царь хочет оказать почет и сказал аман в сердце своем кому кроме меня захочет царь оказать почет какой же почет он хочет смотрите и сказал аман царю мужу которому захочет царь оказать почет пусть принесут одеяние царская который одевал царь и коня на котором ездил царь и на голову которого возложен был царский венец и пусть дадут одеяние коня в руки одному из знатных царских сановников и пусть оденут того мужа который хочется которому хочется оказать почет и путь выведут его на коне на городскую площадь и возглашая перед ним вот что делают для того мужа которому царь знает оказать почет интересные желания детской фантазии да у амада как он себя видит на царском коне в царском одеянии царской короны скажите если более однозначное доказательство того что аман был заговорщиком и поэтому ахашвирож так как ашвер был хитрющим он понял что за заговором стоит аман теперь аман человек могущественный и поэтому идти против него в лоб лоб это опасная вещь он может просто уничтожить ахашвирожа и занять его место ахашвирож он по известным причинам хочет остаться на своем месте у него почему-то есть желание продолжать быть императором он легитимный и считает что только он есть легитимный и все служители царские что у царских ворот становились на колени и распластвовались перед аманом и вот так повелел в нем царь а мордыха не стоялся ни колени не распластвовался вот это еще одна загадка мигелат эстер почему мордыха не кланяется и не распластвуется перед аманом если царь так приказал баба я здесь миллион объяснений но ни одной из них честно говоря не убеждает почему в чем здесь проблема и говорили мордыха и услуги напрашивается напрашивается мысль а может быть мордыха и возмущен его можно понять он спас ахашвирожа а назначают амана и еще и мордыха и должен кланяться и говорили мордыха и служители царские что у царских ворот почему ты приступаешь повеление царское и было как говорили ему изо дня в день а он не слушал их то рассказали аману чтобы посмотреть устоит ли своем слое мордыха и потому что он сказал нам что он иудей то есть видимо его там люди амана прижали где-то очень сильно и и он признался что он из иудеев обратить внимание ведь и мордыха и тщательно это скрывал ведешь и запретил эстера то говорить а люди амана узнали как они там наделали уже не пытали мордыха я но он сказал им признался им что люди аман это узнал и у я кстати говоря интересно фамилия амана его отчество сыном даты а фамилии его агаги по этому поводу тоже есть разные предположения ведь агаг агаг это между прочим фигура тоже нам и странах известная это не добитый царь амалейка в истории сашмуля и со шаулем одно дети написано что он нужно агаги жить агаги то есть потомков агага а еще одно вариант я видел одно объяснение что может быть у них у всех все цари амалейка с тех пор и начинались и назывались агагами какой например фараоны все фараоны то есть типа агаги это и означало царь амалейки тянский в любом случае мы дизайн что могила явно связывает амана с амалейка это бросается в глаза и вот мы сейчас видим самое интересное наверное самое замечательное в этой истории самая выделяющаяся это реакция амана на то что ему сказали что мурдыхай иудей и увидел аман что мурдыхай не становится на колени и не распластывается и преисполнился аман ярости и счел презренным наложить руку на одного мурдыхай и бы рассказали ему из какого народа мурдыхай и задумал аман истребить народ мурдыхая всех иудеев во всем царстве ахашвироша вот эта реакция совершенно неадекватная скажите но мурдыхай его раздражает его бесит ну уничтожь мордыхая например мало ли противников было я не знаю у амана были другие противники там я не знаю из других народов не 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 планировал же уничтожение все всего этого народа в рамках теперь вы понимаете какой империя хашвирош это весь мир на тот момент эта империя тот момент включала вавилон египет весь ближний восток междуречье вы понимаете то есть уничтожить и иудеев которые во всей империи то 127 стран что за сумасшествие такое зачем уничтожать всех иудеев сделать и логика маленько понимаете то есть нет здесь личной проблемы если была личная проблема скал то раз такое дело мало ли можно подстрелить день мурдыхай устроить мурдыхая мобильную катастрофу да умоливали маули если они его прижали вынудили у него признание могли бы просто пристрелить или подсыпать чего-нибудь убрать мурдыхая так сложно но это совершенно не интересует амана поймаете убрать мурдыхая это вообще ему не интересно здесь выявляется его амалики тянская сущность что он действительно не может вытерпеть не лично товарища мурдыхая а само существование еврейского народа это действительно напоминает гитлера эти был был такой один товарищ герман раушвик по моему он свое время спросил у гитлера почему он ненавидит евреев это был один на один этот ему объяснил а потом раушвик убежал из германии по моему в англию и там выпустил книгу который рассказал о своих беседах с гитлером и книга по называется по-разному гитлер сказал мне или беседы с гитлером и так далее и он это было еще в тридцать девятом году когда немцы заняли польшу и там в польше в гданец в данте в даме гданьский или в дан циге а этот разговор от произошел и он ему сказал гитлер что я не могу жить с ними на одной земле кстати первая была вспышка ярости обратить внимание первая реакция к вопросу гитлера вспышка ярости он напоминает что и он сказал я не могу жить с ними одной земле и так два избранных народа лет два бога или я или они понимаете то есть он им не стал говорить о евреи отравили нашу нацию или забрали деньги или культуру или прочие вещи до которые говорились на публику или там они принесли заразу большевизма в чем только не обе не не ничего подобного пока не могу или они или я . так и так оно и произошло мы видим что у амана та же самая психология но убери морда хая не 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 обязательно задумать его и уничтожить иудеев во всем царстве ахашвиро во всей империи и поменьше такое для этого нужны такие средства такие силы это 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 содрогание всей империи то есть это устроить войну внутреннюю гражданскую войну во всей империи это полное сумасшествие с точки зрения политически все императоры чего хотят чтобы что было в их империях тишина спокойствие достаточно бунтов и так тут приходит амангита я сейчас вообще всю империю наизнанку выверну согласитесь что что-то с этой жуткая совершенно не 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 адекватная психология и мы видим с вами что раз вот такое задумал у него конечно какие-то страшные силы то есть у него такая мощь что он может все такие вещи позволить представьте приходит какой-нибудь чиновник царю давай уничтожим народного всей империи вы тоже с ума зажжет мне что неприятности не хватает а вот задумал в первый месяц то есть месяц не сами в двенадцатый год царяха швироша скажи пожалуйста это уже какой год рассказа идет проверим вашу бдительность какой почему четвертый если с пир был когда третий год а сейчас 12 сколько лет прошло я читаю то что написано видео тестер то есть про а девять лет прошло с 3 по 12 то есть пока мы с вами вот тут читали прошло 9 лет то есть они за одну секунду же делалось это много лет в первый месяц то есть месяц не сам видим что выгод и стр называет месяца уже этими бавилонскими именами в 12 год царя хашвироша бросали перед аманом пур то есть жребий пур это еще одно персидское слово как начать жребий что он говорит что в медиа тестер 60 персидских слов и за дня в день и из месяца в месяц 12 месяц он же месяц адар обратите внимание на еще одну вещь которая очень напоминает нацистов они были очень очень мистическими такими вся нацистская пропаганда психология пронизана мистицизмом они всегда говорили каких-то древних богах знаете что гитлер искал все время какие-то мистические средства войны на дальнем востоке да то есть все время и все время этот мистицизм все эти знаки да все эти она нервы то есть ась огромное количество мистицизма и здесь мы видим с вами не кто бы мог когда мантом давайте назначим и день ликвидации посмотрим по календарю дам подведем по и при время до более менее подходящие по экономическим политическим причинам нет эти вещи его не интересуют он полагается на жребий он бросает жребий рулетка или кто бросали жребий понимаете и выпало на 12 месяц это месяц адар и сказал аман царю садись и написано какой день потом мы с вами узнаем она у чуть позже будет написано и сказала man царю ахашвирошу во всех областях во всех странах царства за посмотрю здесь написано во всех странах твоего царства есть один народ рассеянный среди народов и обособленный и закону у него другие чем у всех народов и законов царя не выполняют и царю не стоит оставлять их не угодно ли будет царю предписание уничтожить их понимаете вдруг приходит человек это вот и право ставали уничтожим один народ среди вы обратите внимание что он не называет какой народ все делается очень продуманно а я отвешу в руки служителей 10 тысяч кикаров серебра чтобы внести в казну царскую ну я вам скажу здесь начинается суммы невероятный есть я не ошибаюсь это 750 тонн серебра а за вопрос только сколько в кикаре от кикар бывают разные и поэтому я не буду спекулировать а есть ранее знаю есть самые разные во всяком случае это несколько десятков килограмм теперь опять же вы же понимаете как и шекели бывают разные так и кикары бывают разные но вот то что я видел в одной умной книге сегодня утром между прочим они там подсчитали в одном из изданий мигелат и ст что это если не ошибаюсь 750 тонн серебра я полагаюсь на их подсчет согласитесь что это невероятная сумма я не знаю было ли это меньше бюджета всей персидской империи наверное больше то есть он аман человек богатый это не а вы говорите почему хашвирош его боится как же вы не боятся он богатейший человек во всем мире откуда у него такие запасы серебра теперь это взятка на предложение взятки посмотрите как действует аман после как действует ахашвирош и снял царь перстень свой с руки своей я отдал его аману сын амдата агаги врагу иудеев что делает царь снимает перстень а на перстень что печать то есть этой печатью подписываются все документы понимаете то есть что делает ахашвирош отдает ему свою печать вы думаете он принимает эту взятку посмотрите на его словах и сказал царь аману серебро это отдано тебе а также народ чтобы ты поступил с ним как тебе угодно значит что сделал хитро хашвирош он не взял эту взятку вы понимаете если бы хашвирош был глупым и жадным он бы тут же накинулся на это дело и потом конечно это стало бы известно всем и можно было обвинить при любом повороте ахашвироша в то что взяточник и продал и так далее так далее а что делает ахашвироша ай а удержался когда мне не надо серебро а народ делай с ним что хочешь получает это с одной стороны он удовлетворяет просьбу амана делали что хочешь а с другой стороны себя полностью от этого отстраняет то есть он ни в чем не виноват он ничего не подписывал и уж конечно никаких взяток не брал поймете что 750 тонн серебра скрыть невозможно перегрузка 750 тонн серебра должна осуществляться очень многими людьми и поэтому это не можем остаться без и безы безызвестным короче ахашвирош поступил здесь с точки зрения политического маневра совершенно гениально с одной как он действует с одной стороны полностью удовлетворяет просьбу амана а заго это чего я а я ничего не брал ничего не говорил и поэтому и предъявить ему вину невозможно будет и призваны были писцы царские первый месяц в 13 день его в обратили внимание в какой месяц подписывается указ почему одара у вас нет книги перед глазами нисана 13 нисана в канун песоха подписывается приговор и предписано все как приказал аман сатрапом царским и главам государства над каждой областью и сановникам каждого народа каждой страны письменами и каждому народу на языке его и написано это было именем царя ахашвироша и скреплено перстнем царским обратите внимание он ему отдал перстень и говорит ему а делай что хочешь пиши что хочешь обратили внимание что в разговоре между с ними даже не всплыло имя этого народа какой же хитрюще это тахашвирош ничего не знал ничего не подписывал перстень отдал азьма перстень от того что он украл отобрали ясенчо да и ему потом скажут что такие вещи а он я никаких указов о выничтожении евреев не подписывал я про евреев вообще слова не сказал вообще лучший друг евреев как потом оказалось бабе а а а перстень какие-то плохие люди взяли мой перстим, подписали какие-то злодейские указы. Я об этом ничего не знаю. Единственное, в чем можно было его поймать потом, это то, что он взял серебро. А когда серебро, зачем взял? Никого серебра я не брал. Чистенький, как стеклышко. Вы поняли? Это не какой-то жадный дурак. Ох, какой хитрый. Ох, какой хитрый, а? Пожалуйста, пишите. Потом же он действительно сделал такую физиономию. Сказал, а что это? Кто это? Злодеи такие, которые подняли руку и как они могли? Пожалуйста. Возвращаясь к началу. Смотрите. Куда? Аналогия с фашизмом. Там, где ассимиляция наибольшая, там, видите, амалек от Всевышнего появится? Как противоядие ассимиляции? Не понял вопроса. Вопрос такой. Если все вот эти амалек, выступления амалека, выступления Олана, выступления Гитлера, это реакция на ассимиляцию, то вопрос... Я этого не говорил. Я вообще ничего про ассимиляцию не говорю. Зачем вы мне вставляете свои слова? Хорошо, тогда... Я ничего не говорил, не подписывал. Я отвечать не давал. Так, подожди, так скажи, ведь это известно, что амалек, евреев вообще никто не знал. Откуда у амалека не было из евреев? От Всевышнего. Чтобы не было ассимиляции. Но евреи только... Я не понял. Какое это имеет отношение к нашему рассказу? Нет, разобраться. Прямое отношение. Амалек. Что, амалек, в чем состоит вопрос? Проявление амалеков. Без причин не азисти. Вот просто так уничтожать народ. Неадекватная реакция в ответ на азисти. Она совсем не беспричинна. Я объяснил эту причину. Причина заключается в том, что, как оказал сам Гитлер, он не может существовать на одной земле с еврейским на нём. А, кстати, он объяснил, почему. Вы знаете, почему не может? Вот это, наверное, считает. Это я упустил. Хорошо, что вы напомнили. Он объяснил. Потому что евреи нанесли человечеству два увечья. Первое – мораль. Второе – обрезание. Первое – мораль, вы сказали? Первое – увечья. Второе – обрезание. А я хочу вырастить молодёжь, которая живёт по правилам естественного отбора. Поэтому народ, который является носителем морали, что находит своё выражение в обрезании, кстати, поскольку человек, обрезание, оно позволяет человеку овладеть и направлять своим стим, не быть животным, то получается, что то, что мешает Амалейку, Гитлеру и товарищу гражданину Аману жить с Израилем на одной земле, это то, что они не могут вынести того, что Израиль несёт требование быть человеком. Еврейский народ несёт это требование не тем, что он говорит это, или там он читает какие-то лекции, а самим фактом своего существования. И поэтому всё время, пока на земле будут хоть какие-то евреи, любого вида сорта, пусть тысячи раз ассимилированные, как в Шушане, это невыносимо для Амалейка, потому что Амалейк хочет вернуть человека в состоянии животное. Понимаете? Это тот самый спор, который мы видим в книге Берешит, между человеком и змеем. То есть, человек – это существо моральное, или это всего лишь самое хитрое животное. Азизраиль утверждает, что человек – это существо моральное. А Амалей говорит, нет, человек – это существо животное. У нацистов это была очень яркая такая идея, очень ярко выраженная идея, что человек – это совершенное животное, которое нельзя позволить, и должно происходить естественный отбор. мы должны усовершенствовать расу, чтобы не было больных, сумасшедших и так далее. Ну, как в лесу, знаете, слабый, больной погибает. И поэтому обратите внимание, что нацисты, например, уничтожали разного рода сумасшедших и отсталых. А это зачем? А очень просто. Зачем портить расу? Особи должны быть цельными, красивыми и так далее. А если у тебя есть только цельные, красивые особи, ты выводишь такую замечательную расу. То есть, человек как животное. А мы говорим, нет. Человек – это не животное. Человек – это свободное существо, у которого есть мораль. Поэтому ни Гитлер, ни Аман, ни другие их единомышленники не могут согласиться с самим существованием еврейского народа. Понимаете? Самим за его существованием. Мне нет каких-то претензий. А само существование невыносимо. И поэтому Аману все равно. Можно, пусть вся империя может погрузиться в мрак гражданской войны, хаос и распад. А какая разница? Главное, чтобы уничтожить евреи. А к чему это приведет? А какая разница? К чему бы не привело? Не важно к хорошему или плохому. Невозможно, не приемлемо ли его существование. Ни поведения, ни вопросы, ни претензии. Существование. Вот она идеология Амалейка. И мы это видим. Понимаете? Ведь это же удивительно. Даже когда Германия уже проигрывала войну и устояла на грани краха, им для войны нужны были железнодорожные составы, там перебрасывать войска на фронт. Нет! Составы эти не освобождались, а продолжали возить евреев в лагеря смерти. Это святое. То есть, мы все пропадем, но евреев уничтожим. Вот это дело. И так оно и произошло. Понимаете? Так оно и произошло. То есть, нет такого положения, при котором Гитлер или Оман существует, и Израиль существует. Как-то устраивается. Нет. Тут или туда, или сюда. Тут нужно что-то решать. Так оно и происходит. То есть, мы говорили о том, что все же Аммонека, вот эта ненависть от Всевышнего, для того, чтобы не было ассимиляции, вы отвергаете, да? А Аману, Аману, Рега, Рега, Аману мешает ассимиляция еврейская. Ему все равно, какие евреи ассимилированные или не ассимилированные. Это до лампочки. Их не должно быть. Гитлеру мешали евреи, потому что они были ассимилированы. Никакие евреи. Ни ортодоксальные, ни либеральные, ни ассимилированные, ни национальные. Никакие. Причем даже такие, которые сами не знали, что они евреи. И даже их родственники. Он там высчитывал. Да, вычислял. Какая ему разница? Понимаете? Абсолютно ему это до лампочки. Я пытаюсь понять психологию, психологию Амалейка. Вот она, эта психология. Понимаете? И сегодня мы видим, например, Иран. Наход в Иране. Иранское руководство. Персия. Они же не стесняются, не прячут, не скрывают. Они говорят, что они, их цель уничтожить Израиль. Понимаете? Им все равно там, это евреи, там, такие, такие, такие. Это им совершенно до лампочки. Само существование народа Израиля. И для этого они готовы весь мир взорвать, из себя взорвать, им наплевать на санкции, на голод. Понимаете? Им все равно, они все равно будут делать эти ракеты и так далее. Пока, я не знаю, перезайдет какой-нибудь взрыв, друг друга не убивают. Странно, у них же еще осталось 2-3 синагоги, может быть, горско-еврейки, и они ничего с ним не делают. Боятся, что ли? Нет, у них все не было, и там было, и там было, и там было. Я вам говорю про то, что официально провозглашается. А здесь нет претензий к Израилу, понимаете? А есть одно, желание. Ребята, мы готовим для этого вся почина, вся промышленность, все-все, они готовы угробить страну, все угробить. Но, вот это сделать. Посмотрите, у Хамаса такая же идеология. Абсолютно то же самое. Им все равно, а что угодно. Уничтожение Израиля, как таковой, является целью. Не ради чего-либо, а как таковой. Так что, эта идеология, она и сегодня никуда не делается. Мы любим смерть так же, как евреи и христиане будут жить. Кей, это все равно. Как же им же невыгодно, они же голодают, я не знаю, какие-то тут лампочки. Рабона. У Хамаса есть идеология истребления, уничтожить Израиль. Они для этого готовы сделать все. Рабона. Рабона, скажите, в наших корнях Амалика надо смотреть. Это надо смотреть, когда мы выходили, Амалек напал на нас тогда первый раз. Там он напал... Вопрос, я хочу понять вопрос. Там он по каким причинам напал, когда первый раз... По каким причинам Амалек напал при выходе из Египта? Азелу, рациональных причин не было. В том, что и дело, что рациональных причин не было. То есть, само существование Израиля, само появление Израиля международной арене, оно... Я объясняю, что причина сама неготовность жить с Израилем. Интересно, наши мудрецы говорят, да и даже без мудрецов, ясно. Представьте себе, выходит народ Израиля из Египта с такими чудесами, там, аж Египет в разрухе лежит и все. Казалось бы, кто тут вообще может что-то сказать? Прибегает Амалекин, человек боевать, у него же никаких шансов. Никаких шансов. Почему? Почему? Потому что сейчас Египет погиб из-за Израиля. Тут какой-то Амалекин несчастный выскочил. И действительно, его разгромили тут же на месте. А наши мудрецы, интересные, они нашли сравнение очень интересно. Они говорят, смотри, представь себе, что есть некая кипящая ванная, ванная наполнена кипящей водой. Ну, какой же дурак туда прыгни. А все говорят, ты близко не подходи к нему. Приходит какой-то, а приходит Амалекин, а чего вы боитесь? Брыгает туда. Ну, сварился. Но все поняли, во-первых, немножко остудил, а во-вторых, все поняли, окей, возможно. то есть, нету здесь, нету них, у них нет никакого логического, то есть, нет никакой цели логически, то есть, да, мы сейчас победим, или что. Понятно, что Израиль вышел из Египта с таким потрясающим триумфом, и все, кто на его пути бутро уничтожены. они готовы быть уничтожены. Ну, хоть немножко навредить. Это, это, это иррациональное, это нерациональное мышление. Арафан, напомните, пожалуйста, а мы что сделали, что мы, это же за наш грех, я просто забыл, на самом деле, из-за чего Амалек напал. Торе написано. Эй, 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 меня сейчас не интересуют внутренние проблемы. Меня интересует психология Амалека. Наши внутренние проблемы я пока оставлю. Зачем искать все время компромат? Не надо. Достаточно у нас проблем, чтобы их еще искать. Окей, ну, надо. Меня интересует его психология. И разосланы были письма с гонцами во все царские страны царя, чтобы истребить и убить и погубить всех иудеев. Вы послушайте. Всех. От мальчика до старца. Детей и женщин в один день. В 13-й день 12-го месяца. То есть, месяца адара имущества их разграбить. То есть, всех уничтожить. Детей, женщин. То есть, эти люди, которых Аман собирается уничтожить, они не только не слышали про Мурдыха, не про Амана ничего не слышали. Ни Мурдыха, ни Аман им ничего не говорят. Они вообще не знают, о чем идет речь. Они живут, я не знаю, там, тысячи километров от этого вдруг прибегают, говорят, что, почему, как, какое отношение имеют, никакого. Это совершенно не важно. Всех. В один день, в 13-й день 12-го месяца. То есть, 13-го адара. А имущество их разграбить. Ну еще, скажите, а для чего, а для чего разграбить имущество? Что, Аману нужно их имущество, скажите? Аману нужны евреи? Конечно. Лё, заинтересовать, ты понимаешь, Аман говорит, мне это до лампочки. Он триллионер. Но ему нужно толпу заинтересовать. Что он говорит толпе? Ребята, бей жидов, спасай Персию. А имущество будет ваше? А, да, масса заинтересована. Есть материальный стимул. Понимаете? А ему, Аману, он вообще выше всех этих денег. имущество. Что ему нужны? И кровати, и холодильники. И список с указа этого передать в каждую страну, как закон, объявленный всем народом, чтобы были они готовы к этому дню. Обратите внимание, вот это вот именно, если это делается, обставляется в качестве народного гнева. Понимаете? Это не какие-то карательные отряды, да? А это народный гнев. Спешно отправились гонцы по слову царскому и объявленный вот указ крепости Шушан, а царь сама нам сели пить, а город Шушан в смятении. И зато мы понимаем, что город Шушан в значительной степени состоял из евреев. Теперь посмотрите, 13 число месяца Адара. Вот он день, когда все должно было произойти и все перевернулось. То есть, мы с вами празднуем 14-го и 15-го, а сама война была 13-го. И день, который у него выпал, это 13-й. 13-й день. Ну, а дальше, что было дальше, мы с вами узнаем в следующий раз. Все-таки непонятно, братья.